Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Сделай Сам. Сегодня мы будем заниматься вот этой входной группой. У нас вот такая временная входная группа. Досочки чисто саморезами закреплены, то есть они уже расшатались. Есть вот такие некоторые приколы. Тут уже, я так понимаю, саморез отвалился. И когда ты заходишь, как бы что-то заносишь, можно оступиться и вот так ногой туда уйти. Это первое. Что бросается в глаза. Поэтому в первую очередь будем заниматься крылечком. Чтоб можно было спокойно стоять и было более-менее безопасно. Для решения с крыльцом я закупил вот такую доску. Доска у нас сухая, строганная. Она у меня 120 на 40. Хотел соточку. Как ни странно, в наше время сейчас соточка это прям эпопея. Ее не найти. Надо стоять в очереди под заказ. Ну, как бы еще сезон. Плюс цены на дерево ушли резко вверх. И поэтому, чтобы купить определенную доску точного размера, надо все делать под заказ. В наличии была 120. В принципе, ничего страшного. Какая нам разница. Доски тут штук 9, по-моему, или десяток даже. 10 штучек по 3 метра 120 на 40. Сухая, строганная. Из нее я хочу снять фасочку, отшлифовать, запилить под размер и покрасить. Это я вам все подробно покажу. Доску мы будем покрывать вот таким маслом для террасы садовой мебели. Форбитекс профи вуд. Масло калериуме. У нас цвет. Это орех. Ну, баночка трехлитровая. У меня есть еще маленькая при запас. Но я думаю, 3 литров хватит нам за глаза. Какие плюсы? Плюсы. Во-первых, в этом масле содержится воск. Это хорошо будет водоотталкивать. Разную влагу. Там после дождя, снег и так далее. Она глубоко проникает в древесину. И еще есть один плюс. В самом масле содержится антисептик. Что позволяет предотвращать распространение древесной синевы, плесени, грибка и так далее. В общем, посмотрим, как оно будет у себя в работе. Я уже знаю, что будет оно работать отлично. Потому что первая терраска у меня покрыта таким же маслом. И полет суперский. Поэтому, друзья, первое, что мы начинаем, это демонтаж вот этих старых досочек. Так что меньше болтаем и больше делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, саморезы где мог открутил. Но я так вижу, что, может, строители, может, я там забыл уже, короче, не помню кто. Где-то местами пробиты гвозди. То есть, возможно, от саморезов доски расшатывались. И для безопасности пробили местами гвоздями. Ну и плюс где-то слизаны саморезы. Поэтому, когда гора не идет к Магомеду, да, Магомед идет к горе. Берем сабельную пилу и выпиливаем все гвозди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Так, ну что, доски все убрали. Сейчас наводим здесь марафет, потому что тут какие-то саморезы остались, там какие-то баночки, баночки, бутылочки. Сейчас это все убираем и сделаем разметочку, потому что тут не хватает доборных досок. Терраса у нас будет идти вот так по длинной части. Соответственно, надо вон там будет доборочку сделать, пару проставочек, штучки три. Сюда, к столбу тоже надо будет опору. Поэтому сейчас наводим марафет и будем запиливать доборные доски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, друзья, закончил подготавливать черновую работу. То есть везде добавил доборы, то есть везде добавил досочки, на которые будет опираться будущая террасочка. То есть где-то стягивал сотами-саморезами, где-то добавлял уголки, то есть чтобы все было жестко и, как говорится, с большим запасом прочности. Дальше следующим этапом, я думаю, сейчас разберу свой верстак. Вот эту досочку подтяну сюда наверх, везде сделаю отметочки. Я хочу ее запилить, сделать зазорчики по 10 мм между досками. То есть полностью запилим, полностью примерим, потом я ее сниму и уже на месте покрашу. И когда высохнет, будем уже делать монтаж. Ну, все в процессе расскажу и покажу. Так что двигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, все, досочка у нас отшлифована, полностью готова к покраске. У меня идея какая? Сейчас я ее со всех сторон обработаю и потом уже буду монтировать. Ну, когда подсохнет. Если при монтаже будут какие-либо сколы, царапины, ну, мало ли могу, как говорится, что-нибудь подпортить, то покрою вторым слоем. Используюсь буду масло, как говорил, калереюмое. Ну, у нас масло для террасы, садовой мебели. Оно себя, кстати, классно показывает. У меня вся мебель, которая есть на улице, вся обработана таким маслом. Если найду... У меня где-то записан промокод на скидку, друзья. Ну, фирма реально хорошая, то есть делает добротные масла, краски. Я часто пользуюсь красками по металлу, то есть там эмаль три в одном. Поэтому, если найду промокод, оставлю в описании. Ну, и ссылочку оставлю на сайт. Потому что сейчас уже конец сезона, надо доделывать дела. У многих, я думаю, есть какие-то покрасочные работы. Поэтому рекомендую присмотреться и чувствовать себя нормально. Как говорится, и по деньгам проходишь, и по качеству проходишь. То есть, все соответствует. Так, ну что, мы попробуем обработать кисточкой. Идея будет какая? Сейчас обрабатываем. Пять минуток даем, чтобы она впиталась. Затем берем тряпочку, убираем излишки. Потом переворачиваем и повторяем процедуру. Ну, я думаю, сейчас в процессе все покажу. Так что, поехали. Так, ну что, у нас все досочки обработаны. Уже протер излишки. Теперь осталось подождать, чтобы они подсохли. И можно будет приступать к монтажу. Тут у меня получается 8 трехметровых досок. Ну, 2,85 где-то. Ушло где-то вот так. Я уже закрыл. То есть, одна треть банки ушла. А банка у нас сколько? Объем. Я уже не помню. А, 3 литра. То есть, 1 литр ушел, чтобы обработать на один слой 8 досочек. Ну, соответственно, когда после монтажа, я думаю, еще разок второй мазану, чтобы уж конкретно. Так что, друзья, процесс идет. Скоро переходим на монтаж доски. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, доделал я само крылечко. На сегодня, то есть, у нас решена проблема с заходом в дом. То есть, у нас надежное покрытие. Можно заносить мебель, всякие штуки. Но сейчас решаю вопрос с лестницей. То есть, надо временно сделать какую-нибудь опору, в любом случае, чтобы за что-то держаться. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это я уберу, я просто высоту примеряю, чтобы вам было удобно. Спасибо, идите играйте. Это делается для того, чтобы в первую очередь было детишкам удобно, потому что я знаю, что в комментах начнет кто-нибудь писать, о, высота маленькая, поручень маленький. Для меня главная задача, это первое, чтобы было жестко и надежно, не важно как это будет выглядеть, я делаю чисто из остатков. А второе, самое важное, это чтобы было детям удобно. А взрослые разберутся. Работаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, давайте подведем небольшие итоги. Где-то, ну, плюс-минус по вечерам за два дня, то есть получилось собрать полностью терраску и сделать небольшую, скажем, опору для подъема и спуска. Кто-то скажет, что высота маленькая, там меньше стандарта, то есть тут основной момент я топил за то, что в первую очередь было удобно детям подниматься, детям подниматься, спускаться. Ну, взрослому также можно прихватиться, то есть спокойно придержаться и спуститься и поднять. Это первый момент. Второй момент. Почему я не сделал с этой стороны такой же дубль и здесь же не сделал тоже опору? Дело в том, что мы еще только начали закупать и завозить мебель в дом, поэтому если я сейчас сделаю второй поручень и второй барьер, то мебель будет заносить неудобно, потому что там и кровати, и матрасы, и какая-то техника, еще кухня, еще работы по потолкам. В общем, то есть в любом случае надо вот эти полтора метра для удобства, для заноса материалов, мебели и так далее. С другой стороны, я сделал поручень и сделал опору к столбу, это для того, чтобы зафиксировать как можно жестче этот угол, чтобы поручень для спуска был максимально жестко закреплен. Все это сделано на саморезах. Да, некоторые узлы склеены на ПВА водостойки клей, но все сделано на саморезах, это сделано для того, чтобы можно было при необходимости все легко разобрать. И разобрать так, чтобы брусок дальше ушел в какие-то проекты, либо для каких-то работ. Потому что доска, брусок, доска на террасе, это все сделано и все куплено и все смонтировано с таким расчетом и запасом, что она в будущем будет тоже использоваться и принимать участие, скажем, в доработке дома. Потому что хочется, как я говорил, выдвинуть подиум метра на три вперед. Таким образом, будет там маленький подъем и тут будет маленький подъем. Не будет такого крутого спуска, будет площадочка, на которой можно будет поставить столик, стулья, там подальше поставить бассейн, потому что это солнечная сторона. Но это все в будущем, по моим расчетам тут надо 300-400 кусков, то есть будем копить, будем собирать. Если получится, может быть там в этом году мы это сделаем, если нет, мы оставим на следующий год и в зиму уйдем. Потом, надеюсь, что мы закончим дом и въедем в него, и когда мы занесем всю основную громадскую мебель, шкафы, кровати, матрасы, я быстренько с этой стороны добавлю такой же поручень и сделаю тоже стеночку. Чтобы можно было зимой спокойно, комфортно спускаться, держаться с одной либо с другой стороны и было это безопасно. Потому что, как я сказал, спуск большой, подъем большой и без таких поручней зимой поскользнись, тут можно как бы поломаться. Ребятенок еще ладно, кости мягкие, как бы ковыркнется и так ладно, а мы уже там, нам уже за тридцатник. Я, конечно, не говорю, что мы старые, как бы тоже молодые, но если отсюда звездануться, мало не покажется. Поэтому, друзья, оцените видео лайком. Я полностью обработал поручни также маслом, еще раз я прошел крылечко маслом вторым слоем, то есть уже чтобы прям наверняка было хорошо. Я думаю, за сегодня это все подсохнет и завтра можно уже хорошо эксплуатировать. По маслу ссылку оставлю в описании, масло для террасы, садовой мебели, годная штука, имеет в своем свойстве также антисептические свойства, поэтому я им все и обработал. А так, что вам сказать, доска, я возможно говорил, что поднимется потом на ребро и будет застелена террасной доской, чтобы мы зашли прям в порог, буквально разница в сантиметр. То есть, чтобы дверь спокойно открывалась, ну а порог мы ноги не ломали. Так что вот так, когда пристроится терраса, закроется цоколь, ну это уже другая история. Поэтому подписывайтесь на канал, спасибо, что смотрите меня, поддерживайте, пишите комменты, пишите вопросы, пишите свои недочеты, недовольства. Вдруг я где-то что-то накосячил или где-то можно было сделать что-то по-другому. Поэтому желаю удачи, встретимся с вами в комментариях. Ну а с вами был Сергей и это канал Сделай Сам. Глаза боятся, а руки делают что-то, потихоньку-полегоньку что-то получается. Еще раз спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok